Кстати, отдельного внимания в Калифорнии стоят сами жители, сами калифорнийцы. Это очень интересные типажи. Такие люди творческие, они очень обычные. Хочется просто, я не знаю, ходить, снимать, фотографировать. Но я так навязчиво это делать не буду, но я как-то не очень это дело люблю. Вот, поэтому я не могу, к сожалению, вам их показать вот так вот, да. Но те, кто бывал в этих местах, наверное, со мной согласятся. Это люди очень свободные, очень... Такие какие-то они вот необычные. То есть, в принципе, американцы довольно-таки сильно, конечно, от нашего брата отличаются там менталитетом и по внешнему виду, по выражению какой-то свободы. Вот. Ну, калифорнийцы, они отличаются даже от всех остальных американцев. То есть, их хочется вот прямо идти по улицам и разгадывать. То есть, невозможно отвести взгляд. Они очень интересно одеты, очень интересно себя ведут. Да, то есть, как-то раскованно. Это все, это видно в одежде, это видно в палатках, это видно по тому, как они общаются друг с другом, по той интонации, по той подаче. Это же, это же Калифорния, это Лос-Анджелес. Здесь очень много людей творческих. Сюда стремятся актеры, сюда стремятся музыканты, фотографы, художники. То есть, я говорю не только про Лос-Анджелес, это касается также и Сан-Франциско. Такая вот церковь необычная в Лос-Анджелесе. Все, ребята, добрались мы, конечно, мы до всех достопримечательностей уже по традиции добираемся, когда темнеет. Вот и до бульвара Голливуда мы только добрались уже в темноте. Вот уже тут различные звезды на полу. Вот, ребята, такие тачки на Голливуде предлагают за 100 долларов арендовать. Феррари Калифорния, да, Ламборджини, Джеллардо. И там они прям стоят, можно подойти, взять в рент. Вот какой-то кинотеатр, так прикольно он оформлен, там виден Кинг-Конг вырывающийся. Наверное, это, наверное, музей. Уличные художники. Так, мы потихонечку подбираемся. Вот эти здания торговые здесь. Здесь большой торговый центр, разные известные марки представлены, одежды, косметики и прочего. Здесь, ребята, все перекрыто. Ну, там звезды за оградой. Здесь готовится какой-то ивент крупный. Стоят строительные леса. Вот фермы концертные собираются, поэтому там, увы, не видно, что там за звезды. Ну, так, затруднено движение, на самом деле, здесь, в связи с этим. Вот тут такая лестница. А, кстати, может быть, и здесь проходит вот эта красная дорожка. Я потом посмотрю, надо будет уточнить. Так темновато. Плохо видно. Вот здесь такая большая площадь. А, ну это, по-моему, да, как раз большая, главная площадь Долби-театра. Походу, здесь все эти звезды тусуются. Ну, сейчас здесь различные торговые ряды. Всякие, всякие шмотки продают и так далее. Ну, вот в преддверии ступенек такая надпись. Дорога Галлова. И, если мы все правильно поняли, вот красная дорожка по лестнице. Люди туда идут наверх. Все звезды под вспышкой фотокамер. Вот тут уже начинают герои комиксов встречаться. Народу, конечно, до крина. Здесь различные продолжаются все эти бесконечные звезды. Все по ним топчутся. Вот, ребят, Клентин Тарантино, известный режиссер. Все здесь уже такие актеры и так далее. Скалозы столько нет. Вы, наверное, уже, кто смотрит ролики про Америку, много раз это видели. Ну, вот, и мы решили здесь прогуляться, посмотреть. Здесь сбор еще всяких героев. А вот тот самый китайский театр. И здесь их фишка. Они уже дают отпечатки различных известных людей. Вот это отпечатки лапок Дональда Дака. Не знаю уж, кого они использовали в качестве этого лапок. Какой утки. О, это у нас звездные воины, я так понимаю. То есть все актеры, которые принимали участие в зоне Лигона. Вот это класс. А, это Стартрек. Это космолетка Стартрека. И, видимо, актеры, которые принимали участие в съемках этого сериала. Это табличка Джона Вэйна, самого известного ковбоя. Здесь вот такие отпечатки копыт видно. Его туфли. Надо кого-нибудь еще известного здесь поискать. В общем, ребят, у Китайского театра здесь отпечатки ног, отпечатки рук всех известных людей. К сожалению, вечер, ничего не видно. Вот. И на камеру вообще бесполезно. Вот. Ну, когда-нибудь, может быть, мы здесь еще раз окажемся уже днем, да, и попробуем все это сделать снова. Вот. Ну, мы продолжаем сейчас, погуляем дальше, посмотрим, что тут еще есть интересное. Вот. Тут движуха, толпа. Все гуляют, тусуют. Ну, вот. Здесь музончик веселый играет. Известный большой персонаж стоит. Шерек. А это вход в музей Мадам Тесо. Музей восковых фигур. Вот. Но мы туда не пойдем. Вот такой вход. Вот здесь вот у нас Мерлен Монра. Это... Какой же большой трапеяль. Красивый. Какой-то большой магазин сувениров. Вот здесь такая знаменитая хищник. Вот. Такой здоровый чувак. Сделан всякие детали. О, Элвис и его бьюик. Блин, конечно, машина огромная. Длиннющая просто. Вот он, старинная элвис. Вспоминаем Мемфис, да? Откуда родом этот товарищ штат Тенсер. Но машина, конечно, шикарная. Вот там у него... Графинчик с рюмочками, випельница. Такая машинка. Ой, ее. Конечно, куда же одеваться без знаменитой статуи. Статуэтки Оскара. 5 долларов она стоит. Брелки, открывашки. Блин, зажигалки. Ну вот, ребят, смотрите. Там сверху видно. Просто конца края нет. Ассортимент огромнейший. Вот здесь уже уголок, конечно, статуэток. Уголок Оскара. Вот уже побольше модельки. Наверное, как выглядит артист, ассистент года. То есть все-все-все звания, за что вручаются. Аутентика стоит 20 долларов одна такая статуэтка. Вот статуэтки поменьше. Ну, различные причиндалы для съемок. Громко говорить режиссера, который кричит. Мотор, экшен. Стулья режиссера. В общем, ребят. В общем, ребят, просто выбор сумасшедший. И чего только нет. Конечно же, магнитики. О, классные маечки. Рамонс, вообще тема. Моторхед, крутые, крутые роковые футболочки. Может быть, сейчас что-нибудь надо все поглядеть. В общем, балахоны, футболки. Привет, друзья. А это плакаты различные, целые стенды. Да, вон сериал «Друзья», «Мохаммед Али», «Закаты», «Энди Ворхолский», короче говоря, история. Но не буду все смотреть. Полно их здесь. О, крутые куклы. Вот это вообще крутые вещи. Очень прикольные. Такие, с трясущимися головами. Такие знаменитые фигурки. Вон там, Фредди Крюгер. Рыбаков. Блин, восставший из ада. В общем, многие-многие герои фильмовые. Так же вот и здесь вот эти такие именные игрушки. Есть вот огромные. О, пингвин из Бэтмена. Чужой. Ну, классные игрушки такие, большие, конечно. Стоит, я даже не знаю, сколько они стоят, но, наверное, очень дорогие. Ну, и люди идут. В основном все глаза опущены вниз. Все стараются найти какие-то известные фамилии, известные имена, любимых актеров, ведущих, музыкантов. Ну, конечно, здесь все-все мировые звезды собраны. Шли по аллее, гуляли. Нам базочки в подарок. Вот машина монстров стоит. Промо-акция. Раздают любимый нами энергетик. Бесплатно. Мы любим белый, без сахара. Он очень вкусный. Зеленый слишком приторный, а этот классный. Вот такая рекламка. Жалко, конечно, мне монстр за это не заплатит. Мог бы много. Ну, ладно. Пойдем дальше. Топтать эти знаменитые фамилии. Уже по другой стороне проходим. Вот этот долбий театр. Конечно же, Hard Rock Cafe. Классное многими любимое заведение с прекрасной музыкой. Продолжается аллее звезд. Куда она денется? Она по всему бульвару Голливуд тянется. Вон как раз та красная дорожка или лестница, на которой располагается красная дорожка. В общем, просто уже издалека, да, иметь представление, куда это работает. Так, это у нас, ух ты, какая красивая, какой красивый вход. Это какой-то кинотеатр, я так понимаю. Кинотеатр в Голливуде. Вот здорово сказать. Пахнет очень сильно поп-корном. Здесь, блин, жалко, не видно, очень темно, но потолок очень расписан, красивый. Там лепнина, всякий барельеф и красивый на этом здании. В общем, это кинотеатр. Тут такой прикольный. Из ниоткуда просто течет вода. Завеление. Кладки, да. А это у нас что такое? Это такое, ну, тоже, какие-то развлечения, когда это театр. У нас что-то музей. Вот он, трансформер в Бамбриби. Вот разные какие-то двухголовые гармонисты. Федор Шаляков. Тоже имеет свою звезду на аллее. Книга рекордов Геннесса. О, это, походу, музей рекордов Геннесса. Вот как раз написано в ДНС Воллд Рекордс. Интересный заведенец. Тут, наверное, просто у нас все, что с этим связано. Вот статую самого, наверное, высокого человека. Ну-ка, встану-ка я с ним рядом и посмотрим, насколько он выше меня. Суть по всему, сильно выше, да? О, очень высокий. Да, у меня метр девяносто три. Я ему по грудь, да? Ну, сами видите, да. Вот он. Старина Арни тоже. Имеется, я звезду, конечно же, на этой аллее. Прямо напротив входа. Я даже не знаю, это музей, наверное, музей Книги рекордов Геннесса. Как это еще можно местно назвать? Был ролик из Филадолфии о Роке. Вот звезда Селестер Сталлоне как раз в тем. Ну, что я могу сказать об этом месте? Прогулялись мы по бульвару Голливуд, посмотрели на аллею звезд. Ну, место это, как мы, в принципе, ожидали, из разряда тех, которые стоит посетить для галочки, как говорится, да? То есть никакого вау-эффекта это место на Восточном не произведет. Вот, но если уж так очень хочется, да, и коли вы уже здесь оказались, в этом городе, и есть время, то, конечно, наверное, надо заехать, посмотреть, найти какие-то знаменитые фамилии, там, сделать пару фотографий дежурных. Ну, вот, собственно, и все. Это какой-то один большой, да, наверное, сувенирный магазин. Вот. Такая обложка, не больше.